о разных композициях, которые с зеленым, красным и голубым цветом. Так что мы поменяем композиции в этих смешанных кристаллах, мы можем поменять цвет. И здесь показано, что запрещенная зона в этих nanokrystalах, это для nanokrystal, который размер 5 нанометров есть, меняется как в таком большом кристалле в полупроводниках, но разница есть 320 миллиэлектронов вольт, так что форма этой функции такая самая, как в настоящем полупроводнике, но запрещенная зона... в каждом случае есть больше 320 электронов вольт. Я сказал, что мы не любим этих nanokrystalов, потому что они токсические, для биологических использования они плохие. У нас есть интересные nanokrystalы, у которых запрещенная зона очень интересная. Мы можем ее менять от 0,7 до 1,9 почти. А потом еще менять... 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 композицию между смешанными nanokrystalами и еще менять их размером. Но если бы они не стихиометрии, то они могут быть. Так что они могут быть проводниками типа R, например, как капер. Как капер? Как капер в русский? Медь. 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 Как больше медь, чем инда, они типа М А еще можем их смешать с сольфидом или селенидом зинга. Так что у нас смешанные nanokrystalы могут быть четыре компоненты. Мы можем либо какой-то цвет получать. А нам очень интересно иметь nanokrystalы, которые светят в этой зоне. Это так называемая биологическая зона, потому что в этой зоне абсорбция тела и крови и всего минимальная. Как мы хотим делать эксперименты не мимо, то нам надо иметь такой люминофор, который бы светил в этой биологической зоне. Как мы видим здесь, что он светит внутри здесь и светит через тело и через кожу. Через кожу и через кожу. Ну как мы делаем это, это не так трудно сделать. У нас такие прикурторы металла, потом добавляем серу в олея аминь. И все. Надо только запомнить, что чтобы получить нанокристаллы одного размера, потому что нуклеация кристаллизации должна во время не быть. Надо разделить время нуклеации от времени возрастного кристалла. Нуклеация должна быть один раз, и потом нужны новые нанокристаллы. Нанокристаллы не нужны, потому что нуклеация была не в том же самом времени, вся. Один бы рос коротко, второй бы рос долго, и они были бы разных размеров. А мы хотим, чтобы они были бы одинаковые размеры. Так что нам надо сначала делать нуклеацию, потом меняем температуру и возраст нанокристаллы. Ну и мы получаем такие четвертые компоненты нанокристаллы. У них меняется, это рентген, дифрактограммы рентгеновские этих нанокристаллов. И у них параметры кристаллические меняются с композицией. Так что мы можем из дифрактограммы сказать, какая композиция этих нанокристаллов. Это не трудно сделать. И можно получить нанокристаллы разных размеров, разных композиций и разных отвертых. А вот эти нанокристаллы. Так что они очень интересные нанокристаллы, потому что они фанты, выкладку для луминесцензии очень высокие. Без пленки, без пленки, без делания пленок. Так что они очень удобные. Это нам присутствует. Это работа, которую мы окончили. И, может быть, 3 месяца тому назад мы уже столько и столько, а один месяц тому назад мы фаблицировали эти результаты. Так что они очень промышленные. Как это промышленные? Промышленные. Промышленные. И мы можем менять спектр, можем менять размер, можем менять полгут. Например, делать что хочешь. Проблема есть со этими лигантами. Как бы, Philippe, использовать эти нанокристаллы, например, в электронике, нам надо ставить, если есть лиганты, помять на другие лиганты. Например, на полупроводниковые лиганты, или лиганты, которые... которые водолюбные, гидрофильные лиганты, когда мы хотим растворить эти нанокристаллы в воде, например. Но как люди это делают? Они поменяют этот лигант стеарат, этот стеарат на Пиридин. Пиридин – это очень лабильный лигант, он слабенько с поверхностью связан. Так что мы поменяем на Пиридин. Здесь после поменяли, а потом Пиридин поменяем на лигант, который хочет. Так, но никогда никто еще не исследовал этой интеракции взаимодействия между Пиридином. Все люди это делали между Пиридином и поверхностью нанокристалла. Мы сделали просто РМН. РМН? РМН? НМР. НМР. Я… Я… ЯМР. Ядерный магнитный резонанс. ЯМР. Здесь ЯМР чистой Пиридины, а здесь этот красный – это ЯМР, протонный ЯМР Пиридины, которая на поверхности нанокристалла. И мы видим, что у нас есть шип. Как сказать? Шип. И что? Сдвиг? Сдвиг. 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 А, есть сдвиг. Что у нас есть сдвиг. И все эти линии Пиридины свободные они перенесли на… Сдвиг. Сдвиг. Да. На… Но не все стеараты обменились, потому что есть еще сигнал стеарат. Так что… То, что у нас есть, то есть почти вся Пиридина лигандно еще есть стеараты. И потом, например, как мы хотим для биологии, честных исследований сделать эти нанокристаллы, то мы поменяем эту Пиридину на «Адитация» и «Меркату» и «Кислоту». И мы видим здесь тоже, что тут есть элемент, что этот сигнал для платона… О! Этого платона он меняется. Так что у нас мы видим, видим, что связание этого лиганда с поверхностью. А теперь будем рассказывать немного о фотовольтайческих ячейках, нанокристаллах и то, что Александр Сибиро уже рассказывал. Нанокристаллы неорганических полупроводников и органических полупроводников. Фотовольтайческая ячейка – это такая ячейка, которая поменяет радиационную энергию в электрический ток. И как это делается? Ну, посмотри, у нас два полупроводника. Один ТП, второй ТП. Он может быть инорганический или органический. А вас как зовут? Оля. Оля. А вы знаете, что это Экситон? Оля? Что? Экситон. Оля? Вы мне знаете, это в канитетский. Мы проверяем все. Профессия, где я поставил столько... И эксцитон делаем. Эксцитон, то есть такие... Теперь заряды свободные. В эксцитоне заряды не свободные. Теперь заряды на этой границе фаз. Теперь заряды свободные. В катоду я могу, теперь у нас есть вольт. Как сказать? Напряжение. Напряжение. Так я это делаю. Нам надо фангенепи, абсорбция, эксцитон. Эксцитон гуляется. Потом здесь 10-6 ситонов и заряды свободные гуляются. Мы так с Ольгой могли гулять только 10-15 нм. Не больше. Не больше. Ну, то значит, чтобы источеция здесь была, то сеть должен быть не дальше, чем 15 нм. От границы фаз здесь. То значит, чтобы такая ячейка хорошо работала, то пенки должны быть очень пенки. Так что это очень плохой систем. То что мы делаем? Мы делаем так называемую ПАЛК-хетероджанкшн ячейку. Где у нас две фазы и побегность между этими фазами очень большая. Так что, как бы это сказать? Так, в этих двух фазах дорога эксцитона всегда очень малая. Он всегда близко, недалеко от фазовой границы. Недалеко от фазовой границы. И... И... В этих двух фазах очень легкая. Ну и что мы делаем? Как фазу тип Н мы берем органический паупроводник, а как фазу тип Н мы берем нанокристаллы. Так что нам надо помешать нанокристаллы с органическими... Не органические нанокристаллы с органическими паупроводниками. Но это не так... Нам надо иметь контакт органического паупроводника с не органическим паупроводником. Но это... Не так легко. Не так легко это сделать. Потому что с химической точки зрения, эти нанокристаллы совсем другие, чем органические вещества. Помешать очень трудно. Например, есть такая статья в джексе, которая показывает... Но это нам не надо, не нужно. Что очень трудно помешать полиалтинтиофен с таким нанокристаллом. Потому что здесь, что мы видим... Такие плохие агромераты нанокристаллов. Они мешают очень плохо. Очень плохо. Потому что... То что надо сделать, чтобы лучше помешать такие материалы. То надо поменять гиганды. Гиганды. Старые. Кислоты до д-цинфосфольной. Кислоты до д-цинфосфольной. Или стеаратной. Или что-то надо поменять на паупроводных. На гиганды, которые из органических паупроводников. Например, такой тертиофен. Тертиофен, в котором есть карбоксинная группа. Очень хороший гиганд. И он поменяет эти стеаратные гиганды. И у нас уже намного лучше их материалы, чтобы сделать лучше. Это здесь синтез. Не такой трудный. И мы получаем это. Потому что мы сначала делаем эстер, а потом кислоты. Ну и как бы поменяем эти гиганды. Старые. 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 На паупроводные гиганды. Ну то уже у нас дистрибуция этих нанокристаллов в полимере. В полимере. В полимере. Она еще не такая отличная. Но намного лучше. Здесь мы видим индивидуальные нанокристаллы. Это намного лучше, чем мы видели здесь. Ну, можно еще по-другому сделать. Не заменять стеаритных гигандов на теркиофен. Но сделать такой алкиофен с кампоксинными блоками. Это было сделано. Это было сделано. Это было сделано. Это было сделано. Ну, то можно сделать такой полимер. Па2. И... А, что есть? И что мы видим здесь? Мы видим, что темпера 2 нанокристаллы очень униформы. Как? Одинаковые? Одинаковые, да? Один... Одинаковые? Одинаковые. Однородные. Однородные. Однородные 19392. Однародная дистрибуция одна – ростом. В этом полимере. Вы... И это видно. Как? Эстровые группы – эта дистрибуция очень плохая. Как у нас карбоксинные группы полимеры… хорошими лигандами и дистрибуция nanokryсталовых материалов очень хороших. Мы можем еще сделать такие гибридные материалы, используя лиган, который комплекции гибридная группа и реактивная группа. Здесь дитё карбоновая кислота, а здесь альдегидная группа, можно сделать такие и потом поменить скоростный лигант на этот лигант, а потом через конденсацию альдегидной группы с группой аминной можем получить такие полупроводниковые лиганты. Димитром Авдаковым, русским воздоком, который теперь работает в Гренополе. Какого он научный сотрудник, стабильный. А третий метод, как помешать эти nanokrystalы с полупроводящими полимерами, это молекулярная, как сказать, рекогнишин? Распознавание. 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 Распознавание молекулярное. Распознавание. Мы поменяем леганды на меркаптотиминные леганды. И у нас в полимере есть не только алькинные цепи здесь, но тоже цепи, которые, последняя группа это диаминопиридина. И между диаминопиридиной и атиминой есть три водонные связи. Так что эта атимина и диаминопиридина, все знают друг друга. И так как высказали рекогнишин? Распознавание. 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 Они диаминопиридина и тимина распознаются. Но это можно сделать, как и кополимер бромированный, и бромоалкин. Кополимер. И потом реагировать с диаминопиридиной и получить этот полимер. М это диаминопиридина. М один. Значит одна диаминопиридина на 10 мега. Старатный лигант очень легко меняется на дивидный лигант. Это для нано-кристаллов 6 нанометров. И потом смотрите, как мы поменяем эти лиганты, какие красивые материалы у нас. Все нано-кристаллы видно. А здесь есть эта фотография, которую я показал с джекса. Где они вмешали нано-кристаллы с старатными лигантами. Это очень красивый материал. Но что лучше может быть в этом, что мы можем сделать такой материал. Пленка по пленке. Пленка по пленке. Пленка по пленке. Пленка по пленке. Какую-то подложку. И этот полимер у нас. Здесь растет полимера, введяем эту подложку, и полимер очень сильно акцентрирует на этой подложке, так что мы его вымыть растворителем не можем. Здесь видно подложки, а потом видно полимера на подложке, но нам надо всегда начать с полимера. Отлезья этого полимера очень сильная. И потом, что делаем? Тоже самую подложку делаем колоидный раствор нанокристаллов. И теперь что? Они, нанокристаллы, и минные группы нанокристаллов, и аминоприжмидильные группы. Три, два данных связи. И у нас очень сильная адхезия нанокристаллов, введенную полимеру. А потом снова делаем полимеры нанокристаллов, полимеры нанокристаллов. И так можем контролировать толщину этой пионки. Здесь у нас абсорбанс, а тут число пионок. Мы видим, что абсорбанс здесь растет с числом пионок. Это означает то. На каждом этапе та же самая количество материи адсорбируется. Так что это очень интересная метода, потому что у нас может быть пионка, и так можно контролировать толщину пионки очень хорошо. Ну и так заканчу по-английски, потому что вы все учите по-английскому языку. Как вас зовут? Женя. Можете почитать это? Попробуйте. Я думаю, как в этом году, с помощью агрорики, с помощью агрорики,csupers и органика, есть несколько методов, и на недавний синие производства и стены. Это не в результате производства. Обращение строительства, они обращаются на лаборатория в контроле и по-английски макростролиях. Микрострол blog. они применят гравитогенов, также химичность и комогене от хибридных материалов. Отлично! Ну, то, что я хотел сказать вам сегодня. Теперь химия. Материалы. Надо органиков, надо неоргаников, надо физических химиков и надо еще физиков и электрических инженеров. И это пять людей могут сделать что-то интересного. Но органическая химия очень важная. Без органической химии нет электрической электроники. Спасибо за Ваше внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Это поляк, прописок, который занимается туннельной микроскопией. Это наш кристаллограф из Франции. Наши физики, которые работают в Франции. Тоже прописок, который делает светлые беды. Ну и Александр Семенович Кисюк и Анастасия Костючев из Омска. Спасибо еще раз. Вопросы на дети? Они боятся. Нет? Нет. Они же сейчас поняли. Они понялись, что жизнь трудная. СМС-Семенович Костючев из Омска.